здравствуйте дорогие товарищи я очень рад вас видеть надеюсь что меня тоже рады видеть я благодарю вас за то что вы материально поддерживаете канал за то что вы пишете комментарии я с удовольствием их читаю идут иногда споры иногда благодарности иногда ругань страшная я ее удаляю как правило если она неприличная но вы не волнуйтесь не все удаляю а точнее говоря все не удаляю а то что удаляю это вообще не не имеет отношения к нашему с вами общению поэтому все окей в общем спасибо вам большое продолжаем общаться друг с другом что очень мне нравится уже пару лет помимо этим занимаемся с вами все хорошо очень много я читаю и слышу о сложной музыке эта музыка сложная эта музыка простая это как какая-то совсем сложная и непонятная и и вообще слушать ее нельзя а это слишком простая это не интересно я люблю сложную музыку там разные люди пишут да по-разному ну на самом деле та музыка бывает так что там музыка которая кажется безумно сложной она на самом деле совсем не сложная даже скорее простая такой парадокс а бывает наоборот что музыка которая кажется простой она совсем не простая ну просто совсем не простая можно говорить потом сложная что значит сложная для академического музыканта или для джазового музыканта сложная музыка 90 процентов групп играющих так называемый прогрессив рог она ничего сложного вообще себя не представляет она линейно понятно и просчитываемо на 10 ходов вперед там на 20 тактов тоже вперед вот а в музыке beatles как сказал один мой знакомый музыкант очень хороший профессиональный это я не обидал сейчас говорю в принципе я говорю просто как пример что у beatles например в каждой песне столько аккордов что больше больше чем во всей поп-музыке тех времен и современной тоже поэтому те кто считает мне очень смешно когда гряду beatles от мальчиковая группа там прямой прям примитивная ха-ха-ха это а сложные простой музыки я возвращаюсь до сделал круг а круг это одна из один из моментов сегодняшнего нашего своими диалога так вот джон колтрейн я как-то бы заговорился джон колтрейн giant steps прекрасная пластинка со всех точек зрения просто те кто не любят джаз я советую тем кто любит джаз послушать эту пластинку просто ну просто вечером поставить перед сном или утром проснувшись и спокойно слушать и отбросить это джаз я джаз не слушаю я в джазе ничего не понимаю ничего не надо понимать я уже много раз говорю что в музыке вообще ничего не надо понимать и просто нужно слушать или не нужно просто просто слушайте все ибо и она либо резонирует с вами с вашими мыслями с вашей душой с вашим состоянием внутренним либо не резонирует вот и все ничего там понимать 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 понимают те музыканты которые музыку сочиняют играют исполняют и вообще профессионально занимаются они понимают такого giant steps 1959 год колтрейн кто такой колтрейн вы все знаете конечно одна из ключевых фигур джаза гениальный абсолютно человек музыкант философ не побоюсь этого слова мыслитель искатель открыватель духовных практик новых путей осознание места человека на земле отношения его с богом и много много чего еще есть же церкви даже джона колтрейна с прихожанами с приходом то есть ряд слушателей ассоциирует его с богом с одним из воплощений бога будем так гореть так что человек серьезный на самом деле в конце 50-х годов он был уже очень известен среди джазменов и среди слушателей многочисленных которые слушали музыку под названием джаз играл в составе бенда джона колтрейн господи майлса дэвиса джон колтрейн до несколько пластинок записано очень хороших у дэвиса с колтрейном потом колтрейн ушел в середине 50-х годов от дэвиса и стал заниматься сольными проект не вне проектами сольным творчеством сольными проектами это вот эту вот это попсовый лексикон вот этот он уже так так застрял в голове что нет нет и выскакивает стал заниматься собственным творчеством записывать сольные пластинки и giant steps это 5 его сольный альбом один из рубежных как принято говорить почему я скажу почему потому что здесь колтрейн играет одновременно и старую музыку который называл хардбоп сначала бибоп то есть такой более-менее традиционный джаз понятный привычный который который ни у кого уже не вызывал никакого не раздражения не непонимания а люди просто сравнивали качество исполнения этого самого бибопа хардбопа а никаких новаций особенных там уже не происходило так вот он мастер этого самого бибопа хардбопа джон джон колтрейн пошел вперед он уже давно пошел вперед но на этом альбоме он соединил и традиционный джаз и новации такие которыми восхищаются до сих пор люди когда люди начинают играть джаз заниматься джазом до перед ними встает заглавная пьеса с этого альбома под названием giant steps естественно да и люди упираются в нее рогом что называется потому что это что-то такое небывалое непонятное непредсказуемое и противоестественное даже я бы сказал при этом этот самый giant steps это самая giant steps пьеса из всего набора композиция их всего 7 здесь на мой вкус вот для меня она воспринимается легче всего ее слушаешь и она воспринимается легко понятно как-то кайфово и естественно и здорово и красиво но что-то в ней что-то в ней не не так как принято было раньше а все очень на самом деле просто и одновременно сложно вот это красивая быстрая дико экспрессивная эмоциональная скоростная с адской скоростью играет колтрейн здесь на саксофоне то есть количество нот какое-то запредельное за гранью за гранью понимания как возможно так играть но при этом я повторяю она очень легкая красивая и и понятна казалось бы но она против всех правил сделано и почему музыканты молодые когда начинают заниматься джазом они в нее упираются и как а как потому что все очень просто эта пьеса она существует одновременно в трех тональностях причем в тональностях не которые не располагаются в квартово-кинтовом круге квартово-кинтовый круг это такая штука это круг в котором нарисованы аккорды обозначение аккордов и если раньше импровизация в джазе шла по квартово-кинтовому кругу то есть ну как сказать проще это все можно прочитать на самом деле ничего такого никаких тайн ты я не открываю то есть выбор тональности берете какой-нибудь аккорд который обозначение которого в этом круге написано и 55 аккордов вокруг него составляют определенную тональность и в этой тональности можете играть все будет гармонично легко красиво приятно и также подбирать аккомпанемент для какими собственной песни там там в тональности до мажор смотрите кого квартовый квинтовый круг и смотрите 5 аккордов вокруг до и вот из этих аккордов составляете песню гармонию и она всегда будет звучать приятно красиво и доходчиво и в этом самом круге каждый каждый следующий аккорд отделяя отстоит от предыдущего на три с половиной тона и все это звучит гармонично получается между аккордами получается между нотами получается интервал квинта тут такой вот интерваль чек да и вот если импровизировать поэтому самому кругу меня и тональности меню в одной тональности понятно все что играешь да но ты можешь изменить тональность во время импровизации и переходишь в тональность ту которая следует за предыдущий по кругу через квинту через три с половиной тона и все будет естественно гармонично колтрейн сделать шин по-другому он соединил три тональности разных совершенно противоречащих по этому делу и импровизировал в этих трех тональностях одновременно чем количество аккордов там было безумное просто там за одну секунду меняется там два-три аккорда и он импровизирует и а при этом все это легко и и по ней как ты вот нет дискомфорта нет диссонансов никаких то есть удивительно удивительная штука получилось и импровизировать конечно в такой схеме он невероятно сложно и кстати вот он к этому пришел а когда молодой человек начинает смотрит наверное вот это все на эти ноты ё-моё как это куда а что как куда как ну уже все научились пластинка вышла в шестидесятом году записано в 59 да я говорил уже все уже научились все уже освоили эту штуку но это была революция в джазе на самом деле такая же революция примерно как пластинка kind of blue мэлси дэвиса на которой играл джон калтрейн в то же самое время когда записывал giant steps сначала он записал несколько песен калтрейн до джоэн стэпс до не kind of blue потом дэвис пригласил его принять участие в записи kind of blue калтрейн пришел записал альбом ушел и продолжал записывать джоэн стэпс то есть одновременно два великих альбома вышли прямо вот сразу выскочили в общем прекрасная штука вот этот джоэн стэпс я советую послушать хотя бы первую пьесу она это просто взрыв причем не взрыв мозга от сложности до окажется что ну вот джаз и джаз играет до них никаких ничего ничто не раздражает все красиво все классно быстро жестко фортепианная соло в серединке там замечательные очень хорошо вот казан мэри вторая вещь она начинается с такой понятной конкретной фразы духовой духовой музыкальный и кажется что это как это блюзовая основа пошла здесь но нет все все уходит от блюза все уходит в импровизацию и мне эта пьеса кажется сложнее даже чем giant steps по восприятию хотя все ровно наоборот так вопрос о том сложная музыка простая музыка то есть вот музыка которая кажется приятные и понятные и и более или менее простой хотя конечно тогда она сложнее гораздо чем там казан мэри скажем ну на мой на мой слух мне так кажется мне мне казан мэри тяжелее слушать пример чем тут чем восторженная вот это вот восприятие мое джоин степс кундаун третий номер вообще кайф барабаны и саксофон дикой импровизация на саксофоне под барабаны потом включается весь бэнд и понеслось ну коротенькая штучка очень интересная спирал последняя на первой стороне спиральная пьеса очень красивая она с выходом в мажор такая замечательная и такие нисходящие аккорды саксофон играет мелодию на нисходящих аккордах а потом саксофон завинчивается вот так в скоростных в скоростных пассажах завинчивается наверх винчивается и поднимается опять туда ну так я слышу по музыке может может быть так и планировалось не зря же называется спирал длинная пьеса довольно но очень интересная и тоже не диссонирующая ничего все очень красиво и здорово а вторая сторона на мой по моему восприятию она более традиционно чем-то более традиционные как-то после эксперимента в первой стороны как-то так раз возвращаешься куда-то в прошлое хотя очень яростно все быстро круто найма здесь знаменитая пьеса медленная красивая такая балладная штука и мистер пи си финальный номер с невероятным соло на ударных в конце коротеньким ну просто такой взрыв она вот этот самый хардбоб то что называется как мне кажется хотя экспериментов тут уже тоже достаточно ну пластинка замечательная просто вот и я слушаешь и например что ничего не устарела все здесь все с нами и музыка вечно поэтому я пошел пить пока